Спутник Титан, наверное, самый любопытный и увлекательный объект нашей Солнечной системы. Он обладает рядом чрезвычайно странных свойств, выглядит потрясающе красиво и очаровывает учёных с момента своего открытия в 1655 году. Но давайте вы сами убедитесь в очаровании этого спутника. Титан – самый большой спутник Сатурна и второй по величине в Солнечной системе после Ганимеда, спутника, вращающегося вокруг планеты Юпитер. Это единственный спутник в Солнечной системе, с облаками и плотной атмосферой. Учёные считают, что условия на Титане аналогичны условиям в первые годы существования Земли. Главное отличие в том, что Земля всегда была теплее, потому что она ближе к Солнцу. Представитель НАСА сказал, во многих отношениях самый большой спутник Сатурна, Титан, является одним из наиболее похожих на Землю миров, которые мы когда-либо видели. Если вам нравится наше видео, поддержите нас, пожалуйста, нажав на иконку с большим пальцем вверх, а также подпишитесь на Simply Space и следите за появлением новинок, которые мы для вас готовим. Атмосфера Титана Оранжевая дымка, окружавшая Титан, скрывала его поверхность от учёных до прибытия миссии Кассини в 2004 году. Атмосфера Титана простирается до высоты около 600 км, что намного выше, чем атмосфера Земли. Поскольку атмосфера очень высока, Титан долгое время считался самым большим спутником в Солнечной системе. Только в 1980 году Voyager подошёл достаточно близко, чтобы обнаружить, что он на самом деле меньше Ганимеда. Атмосфера Титана активна и сложна. Она состоит в основном из азота 95% и метана 5%. Титан также имеет органические молекулы, содержащие углерод и водород, которые часто включают кислород и другие элементы, аналогичны элементам в атмосфере Земли и необходимые для жизни, какой мы её знаем. Загадочный спутник Есть неразгаданная загадка, связанная с атмосферой Титана. Поскольку метан расщепляется солнечным светом, учёные полагают, что существует ещё один источник, восполняющий потерянный метан. Одним из возможных источников метана является вулканическая активность, но это ещё не подтверждено. Не исключено, что атмосфера Титана простирается в космос, подобно атмосфере Земли. Космический аппарат Кассини обнаружил полярные ветры, которые вытягивают метан и азот, заряженные взаимодействием со светом, из атмосферы вдоль магнитного поля Сатурна. Считается, что аналогичный процесс происходит на Земле с нашим собственным магнитным полем. «На самом большом спутнике Сатурна, Титане, Кассини и Гюгенс показали нам один из самых похожих на Землю миров, которые мы когда-либо видели, с погодой, климатом и геологией, которые открывают новые возможности для понимания нашей родной планеты», заявили представители НАСА. Волшебный остров На Титане много метановых озер, в основном сосредоточенных около его южного полюса. В 2014 году ученые обнаружили временное явление, которое они в шутку назвали «волшебным островом» – кажущаяся масса, которая появляется и исчезает. Вполне возможно, что пузырьки азота, образующиеся в океанах Титана, некоторое время остаются на поверхности, образуя временный остров, который в конечном итоге рассеивается. Гидрологический цикл Что я считаю особенным в Титане, так это то, что на нем есть озера и моря из жидкого метана и этана, что делает его единственным другим миром в Солнечной системе, на поверхности которого есть стабильные жидкости, сказал Джейсон Хофгартнер в 2014 году. Здесь есть не только озера и моря, но и реки, даже дожди. У него есть то, что мы называем гидрологическим циклом, и мы можем изучать его как аналог гидрологического цикла Земли. Это единственное другое место в нашей Солнечной системе, которое имеет такие особенности. Большие площади поверхности Титана покрыты углеводородными песчаными дюнами. Дюны на Титане могут напоминать пустыню Намиб в Африке. Поскольку метан существует на Титане в виде жидкости, он также испаряется и образует облака, иногда вызывая метановые дожди. Облака из метанового льда и цианистого газа плавают над поверхностью Титана. Титан продолжает удивлять природными процессами, похожими на те, что происходят на Земле, но с участием материалов, отличных от знакомой нам воды, сказал в своем заявлении заместитель руководителя научной группы проекта Кассиния Скотт Эджингтон из лаборатории реактивного движения НАСА в Посадене. Солнечный свет на Титане довольно слабый, и климат определяется в основном изменениями количества света, связанными с сезонами. Данные также предполагают наличие жидкого океана под поверхностью, но это еще не подтверждено. Не все атмосферы одинаковы. Поскольку за пределами Солнечной системы было обнаружено все больше планет, Титан послужил моделью для облачных небесных тел. Изучение атмосферы спутника помогло ученым понять атмосферу более далеких систем. «Оказывается, можно многому научиться, глядя на закат», — сказал Тайлер Робинсон из научно-исследовательского центра Эймса НАСА. Космический корабль Кассини В 2017 году космический корабль Кассини завершил двухлетний полет к Сатурну. Запущенный 15 октября 1997 года, он достиг Сатурна 30 июня 2004 года. По прибытии Кассини запустил космический корабль Гюйгенс, построенный Европейским космическим агентством. Гюйгенс был оборудован для изучения Титана и высадки на спутник Сатурна. В конечном итоге эта миссия принесла удивительные результаты. Например, на Титане было обнаружено множество гор высотой более 10 тысяч футов. Зонд Гюйгенс приземлился с помощью парашюта 14 января 2005 года. Благодаря наблюдениям Гюйгенса, Титан стал главным приоритетом для ученых. Миссия достигла выдающихся результатов, таких как получение изображений поверхности этого спутника с самым высоким разрешением. Во время основной миссии и расширенной миссии Кассини смог получить фундаментальные данные о структуре Титана и о сложной органической химии его атмосферы. Основываясь на выводах Кассини, ученые подозревают наличие внутреннего океана, состоящего из воды Аммиака. Космический аппарат также наблюдал сезонные изменения, такие как образование ледяного облака в южном полушарии Титана в 2015 году, что свидетельствует о приближении суровой зимы в этой зоне. Что касается Титана, целью миссии было обнаружение признаков сезонных изменений и вулканической активности. Грандиозный финал Титан сыграл решающую роль в запланированном финале миссии Кассини. Этот необычный спутник в последние месяцы исследований области обеспечил космическому кораблю гравитационный импульс, необходимый для полета между кольцами Сатурна и изучения региона, которого раньше не видели. Пролет Титана, который произошел более чем за четыре месяца до того, как Кассини сгорел, стал точкой невозврата, увеличив скорость космического корабля относительно Сатурна примерно на 1925 миль в час. «С этим облетом Титана мы достигли грандиозного финала», — сказал Эрл Мейс, менеджер проекта Кассини из лаборатории реактивного движения, в заявлении после пролета в апреле 2017 года. Космический корабль сейчас находится на баллистической траектории, поэтому даже если мы откажемся от будущих небольших корректировок курса с помощью двигателей, мы всё равно войдём в атмосферу Сатурна 15 сентября, несмотря ни на что. Новая Земля? Считается, что условия на Титане могут в далёком будущем сделать спутник пригодным для жизни. Если Солнце повысит свою температуру через 6 миллиардов лет и станет красным гигантом, температура Титана может подняться до точки, при которой на его поверхности будут существовать стабильные океаны, по крайней мере согласно некоторым расчётам, прогнозирующим дальнейшее развитие. Если это произойдёт, условия на Титане могут напоминать земные, создавая благоприятные условия для некоторых форм жизни. Эксперименты на Земле предполагают, что Титан может быть более пригодным для обитания, чем считалось ранее. Сложные органические химические вещества, которые когда-то считались взвешенными в атмосфере, могут оказаться ближе к поверхности, чем предполагалось. Учёные ранее думали, что химический состав атмосферы спутника по мере приближения к поверхности Титана был в основном инертным и тусклым, говорится в заявлении Мурти Гудипати, ведущего автора исследования из лаборатории реактивного движения НАСА. Наш эксперимент показывает, что это не так. Тот же самый свет, который управляет биологической химией на поверхности Земли, может также стимулировать химию на Титане, даже несмотря на то, что Титан получает гораздо меньше света от Солнца. Титан – не спящий гигант в нижних слоях атмосферы. Он имеет, по крайней мере, некоторую химическую активность. Другие факты о Титане. Название Титана происходит из греческой мифологии. Титаны были древними богами, правившими Вселенной, до прихода к власти олимпийцев. Спутник открыл в 1655 году голландский астроном Христиан Гюгенс. В его честь назван зонд Гюгенс, отправленный на спутник Европейским космическим агентством на борту космического корабля НАСА «Кассини». Гюгенс был первым созданным человеком-объектом, который приземлился на поверхности Титана. Еще несколько фактов. Диаметр Титана на 50% больше, чем у спутника Земли. Титан больше, чем планета Меркурий, но имеет только половину массы этой планеты. Масса Титана состоит в основном из воды в виде льда и каменистого материала. У Титана нет магнитного поля. Как вы думаете, человечество когда-нибудь сможет жить на Титане? Или вы думаете, что это абсолютно невозможно? Оставляйте нам свои комментарии.